Всем привет, друзья! Мы тут пристройку собираем, и сегодня у нас полезные советы и секретные приспособления по работе с газобетоном. Сначала стандартный подход. Накидали шпателем клея и растираем гребенкой. Так, в принципе, делают большинство самостройщиков, да и не только. Но мы всегда ищем разные способы по ускорению работ. Поэтому представляю вам первое приспособление, сделанное буквально за 5 минут из обрезков доски. Это П-образное соединение, буковкой П, в котором две боковых рейки выступают на пару сантиметров ниже, а задняя доска на 5 миллиметров больше ширины блока. Ну и сам шпатель закручен на пару болтов под углом около 60 градусов. С таким девайсом удобно работать на длинных стенках. Сначала, да, по старинке промазываем торец дома. Ну а далее ставим эту каретку на блоки, закидываем под завязку клея и поехали. Таким образом можно сразу промазать весь ряд и работа идет намного быстрее. А вот простой и быстрый совет. Кто будет работать с газоблоком, берите обычную ножовку, ведь резать ей очень быстро и очень удобно. Каждый третий ряд блоков мы армировали арматурой. Но чтобы уложить арматуру, надо сделать штробы. Конечно, можно найти в магазе штроборез за пару тысяч рублей. Но еще проще сделать его за 5 минут своими руками прямо на месте. Для этого берем доску. Ширина нашей где-то около 120 сантиметров. Сбоку добавили рейку. Она выступает как ограничитель. Закрутили десяток саморезов и для удобства сделали пару ручек. С такой приспособой штробы получаются ровными и аккуратными. Ну и делать их получается за считанные минуты. Обязательно из штроб убирайте весь мусор и пыль. Кто-то делает это веником или щеткой, но мы пошли дальше и воспользовались воздуходувкой. Процесс работы происходит ну просто стремительный. У нас аккумуляторный воздуходувку Скварна 320 IB Mark II. Легкий, простой в использовании и тихий аккумуляторный воздуходув. Легкое прикосновение к клавиатуре моментально запускает инструмент, а круиз-контроль позволяет полностью сосредоточиться на сдувании листьев и мусора. Воздуходув также имеет режим повышенной производительности, который обеспечивает вам дополнительную мощность, когда это необходимо. И даже мокрые елки, прилипшие к асфальту, убираются на ура. Аккумуляторы оснащены индикатором уровня заряда. Емкость аккумов 9,4 Ач, напряжение 36 Вольт и вес около 2 кг. Некапризный в обслуживании и не нужно заправлять топливной смесью. Отличная эргономика и удобная рукоятка. Мы, кстати, иногда даже угли в мангале раздуваем. Ну а скоро зима, можно и снег поздувать с дорожек. В описании оставлю ссылку для ознакомления. Ну, очень крутая штука. Уложив ряд блоков, с виду он ровный. Но если присмотреться, то есть пару миллиметров, которые выступают. И мешают ровные укладки. И для решения этой проблемы мы сделали рубанок своими руками для выравнивания газобетона. Взяли кусок доски, на нее закрепили пару ручек. И врезали по 4 пилки в каждую сторону под углом 60 градусов. Приспособный очень легко работать и быстро выравнивается поверхность. Ну и не забываем сдувать всю пыль и грязь. И можно начинать следующий ряд. Блоки приходилось таскать, так как машина не могла подъехать и выгрузила в начале участка. Таская блоки, одежда хоть и рабочая, но после второго блока то уже как снеговик. Да и неудобно. А перетаскать надо пару поддонов. И для упрощения работы решено было сделать пару хитрых приспособлений. Из профильной трубы и даже без сварки. Нашли пару стульев, гнилых и ржавых. Отрезали болгаркой букву Г. Ну а далее прям на кровельные саморезы закрепили остальные детали. Два упора и ручку буквы Г. И переносить блоки стало намного удобней. Да и быстрее я скажу. Уже не таскаешь на животе, а просто цепляешь рукой и спокойно несешь на рабочее место. Сделали сразу два таких помощника. И работа идет намного быстрее. Ну и напоследок. Кто будет строить дом или заниматься ремонтом, советую сделать себе такого помощника. Я ее называю каталка. Удобно возить с собой. Быстро достал из машины, перенес на рабочее место, собрал за одну минуту и вперед. В одном из роликов я делал эту самоделку и ссылку оставлю под видео. Каталка, тележка или складные небольшие леса делал из профильной трубы 40х20 и 20х20 мм. Использовал гаражные петли, чтобы конструкция была разборной. Ну и сам подиум накрыт в два слоя фанеры. Хотя можно было и в один. С такой приспособой работа шла быстрее. Легко было подавать раствор и необходимый инструмент. Ну и также можно спокойно накрыть на стол и пообедать. Или вовсе полежать и передохнуть. Напишите в комментах, друзья, какая вам приспособа понравилась больше всего. Или какую вы бы доработали и как. Делитесь своими полезными советами. Я считаю, что любая информация для самостройщика будет очень полезна. Поставьте лайк, вам не сложно, а мне приятно. И подписывайтесь на канал. И обязательно жмите колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски. Всем добра, удачи, ну и легкой работы в придачу. Всем пока-пока, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok